Добрый день! С вами Ирина Багнюк и канал Усадьба Багер. Сегодня у нас работа вот с нашим каучуконосным фикусом, который мы формируем. Помните? Вот так он оброс. Вот эта сторона, что на вас сейчас смотрит, лучше обросла. Он такой большой, что его даже в саду не очень удобно найти ему место. Поэтому получается одна сторона получше обросла. Вторая поменьше. Прям вот видно. Более того, у нас вот вершина. Эта вершина, вот здесь у нас вершина. И она с прошлого раза вообще не росла. Потому что захватила все силы вот эта вершина. Чуть ниже веточка. Ну и соответственно наша большая. Сегодня я эту большую буду срезать. Он будет поменьше. Немножко мы его еще сократим сам. Для ветвления остальные ветви. И он сразу станет компактнее. Будет проще ему выбирать место. Потому что вот это все большое. Так, сейчас я присяду, срежу ее просто. Просто срежу, где достану. Вот. А близко к стволу мы ее будем срезать потом. Куда я ее положу, не знаю. Сейчас будет капать. Ничего, что-нибудь. Опа. Вот. Так. Сейчас вот так вот ее положим. Все. Я вернулась. Вот. Смотрите, значит, что у нас произошло. У нас довольно сильно тут какие-то листики пожелтели. Этот пень я потом буду срезать. Там не подлезть к нему. И он довольно твердый. Так что надо будет постараться аккуратненько. Но очень было нужно. Очень мне хотелось нарастить ему толщину ствола. Вот. Посмотрите, чего мы добились. Ну, супер. Мне нравится. Вот. Вот эти вот воздушные корни. Большинство из них останется. Тоже они все работают на толщину ствола. В том числе мне они нравятся. Выше тех корней, что есть сейчас. Выше не буду давать корням воздушным расти. Вот. Вот выше вот этого, по-моему. Вот. И будем его немножечко, немножечко теперь сокращать. Значит, вот наша вершина. Вот наша вершина. И мне хочется, чтобы она была вершина. А это ветвь за ней. Поэтому мы у нее оставляем... Сейчас все покажу. Три малюсеньких листика. Так. Три малюсеньких листика. Выбираем лист, который идет горизонтально. И в сторону. Не сюда к вершине, а туда в сторону. И это у нас будет наша ветвь. Потом спускаемся так ниже. Следующая веточка у нас. Вот эта. Ее тоже переводим веточкой. Единственное, что у нее нет такого листика второго. Ну, придется у нее взять вот так вот. Более вертикально лист идет. Это вершина. Поэтому мы можем прям сильно-сильно сокращать. Вот тут какой-то желтоватый малюсенький. Убираем. Так. Потом у нас маленькая веточка вот здесь где-то. Где она там? Вот она. Вот ее лист. Точечка роста. Она тоже не развивалась. Потому что у нас все силы забирала так громадная ветвь. И вот то, что решила, что она вершина. Следующая маленькая веточка. Спускаемся. Вот эта тоже не развивалась. А вот эти вот пошли в рост. Поэтому вот это все мы сокращаем. Тоже. Так, секунду. Подлезть неудобно. Тоже выбираем маленький лист. Вот в сторонку. А здесь выбираем тоже листик. Опять же, это все еще у нас наверху. Поэтому некоторые срезы получаются. Вот сейчас срезала. Вот по сути он вот здесь был срезан. Из новенького мы оставили один лист. И вот пенечек. Потому что надо разбудить вершину. Мне нравится ее изгиб. Нравится, что она вот тут сейчас пойдет. И будет хорошо. Спускаемся еще ниже следующей. Смотрим. Так, эту мы сделали. Это ничего не разветвилось. Вот тут пошла большая сильная. Вот тут вот часть засохла. Сухой аккуратненько срезаем наискосок. Так, и то, что пошло большое, тоже срезаем. Так, она уже у нас... Вот ее сильная вершина. Если мы по ней пойдем до конца, до ствола, то она вот здесь уже, вот на середине. Вот тут вот. Вот тут. Поэтому не очень сильно мы ее режем. Сейчас покажу. Вот здесь. Можно было бы ниже, если бы она была сама ветвь выше находилась. Но тут не будем уже так сильно. Так, вот эта у нас пошла, пошла вниз. Смотрите, она тут сильная. Хотелось бы ее срезать после этого листика. Вот они, те, что были закрыты, такие остались в пятнышках от воды. Но у нее тут вот этот нормальный листик, вот этот желтеющий. И вот эти совсем... А, это не ее уберем. Вот ее. Ну, они старые, то есть ничего страшного. Но не так много. Поэтому оставим все-таки вот так. Возможно, потом мы ее подкорректируем, срежем ниже, чтобы она у нас вот здесь, вот после этого листа, начала ветвиться. Сейчас посмотрю. Еще весь посмотрим тогда. Когда будет понятно. Так, вот, одну пропустили. Она тоже будет ветвью. Вот так ее срезаем посильнее. Потому что лист, который был чуть выше, он у нас... Сейчас покажу. Он у нас шел вот тут, вот сюда. И закрывал вот эту веточку, которая, собственно, ничего не вырастила за это время. Следующая, вот это. Вот это, вот это. Тут вот был срез, вот новенькая. И опять не туда, куда хочется. Ну, ладно. Сейчас, секунду. Вот сюда срежем. Пускай поворачивается. Там есть у нас побег. Ладно, вот так. Вот так оставим листик. Но не сюда вверх она пойдет. Когда она сюда пойдет, мы это срежем. Вот тут маленькая-маленькая вот точечка роста. Так что пусть она идет. Она идет сюда. И это сюда. Не очень хорошо. Но мы, возможно, эту ветвь тогда срежем еще ниже. Да, наверное, так мы ее... Так мы ее и сделаем. Или даже... Или даже еще ниже. Смотрите, сейчас скажу почему. Вот, видите, закрытая. Совсем ничего не может расти. Вот. Нижние пусть будут. Уже начинаю формировать ему форму. Нижние пускай подрастут подлиннее. А верхние будут поменьше. И будут все ветвиться тогда будут. Так, тут, чтобы у нас не мельтешили желтой, уберем. Вот. Вот тут желтый в основании. Очень старый. Сам уже потянули, и он ушел. Так, и осталась одна вот эта веточка. Вот опять сильная пошла. Вот тут вот спит. Что мы делаем? И тут тоже она у нас внизу. Мы ее сократим вот так вот. Пускай идет от этого листа. И так как мы прям сильно сократили шанс, что вот это допросыпается, есть. Так. Теперь смотрим внешний вид. Внешний вид очень хочется вот это убрать. Да, это прям вот сильная обрезка ниже, чем было. То есть были срезы, мы теперь еще ниже спускаемся, потому что нам надо их разветвить и растить новенькие. Вот. И тем самым еще поддержать те, где нам нужны. Поэтому сейчас смотрим и выбираем. Нам их было не очень видно. И вот она как бы вверх уходит. А хочется тут еще вот эти еще в горизонт, чтобы это вверх не уходило. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Она у нас саму себя по сути закрывает. Это тоже ее. И вот здесь. Вот эту тоже хочется ниже. Эту точно делаем ниже. То есть изначально, если сомневаемся там где-то, или кажется, что это хорошо, делаем. А потом можем еще осмотреть и сделать еще пониже. Ну, сделаю ее ниже. Вот эту. Потому что вот она совсем, где там у нас, вот тут она крепится. А вот эта ветвь крепится гораздо выше. А уровень у них сейчас один и тот же. Мне не очень нравится. Так. Все. Да, есть правило, что мы нижние оставляем, там и не режем. Но в данном случае нам их надо поветвить. А так как мы верх очень сильно срезали, ту громадную ветвь срезали, сейчас у них у всех будут силы. Все они пойдут в рост. Поэтому вот так. Вот. Низенький, маленький, абсолютно разветвленный. Сильно-сильно разветвленный. Много-много побегов. О, побегов. Много ветвей. Можем посчитать. Одна, две. Так. Одна, две, три. Четыре, пять, шесть. Шесть ветвей на основном том стволе. Потом семь, восемь, девять, десять. И сама вершина. Для такого маленького растения замечательно. Все. Теперь его надо хорошо опрыскать, чтобы смыть этот весь сок. И можно будет выносить на улицу. Поставить той стороной, которая у нас, наверное, вот этой. И нашей вершиной. Можно развернуть листья. Вот. Если закрывают сильно какой-то побег, можно их прям развернуть. Вот. Поставить вот эта вершина наша будет свет получать. И пойдет в рост. И пойдет в рост. Все. Вот такой вот он у нас. Так вот он ветвится. Так что, если хочется разветвить каучуконосный, это все возможно. Хочется уменьшить лист, это возможно. Мне тут написали очень милый комментарий был, что интересно, как с возрастом от обрезки к обрезке меняется цвет листва. Листа, типа, был зеленый, потом стал темнее, темнее, темнее. Нет, это не от обрезки, это от солнца. Он стоит на ярком солнце. Не самое жаркое у нас лето. Бывает и жарче, но порядка 30-32 там бывает. Вот. Солнышко дает такой прям. Они изначально растут новые. Они растут новые такими красными. Зимой они станут опять зелеными. Света будет меньше, будут зелеными. Поэтому наслаждаемся сейчас одним оттенком, потом другим. Вот те, что у нас внутри, какие-то старые зелеными выросли, естественно. А какие-то просто были закрытые. Они не краснеют, естественно. Остаются таким. Или слегка красные. Так что вот так вот. Все. Готов. Подписывайтесь на канал. Введите продолжение. Удачи! 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 Продолжение следует...